здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 23 июля запишу краткий обзор по валютному рынку по рынку металлов пару слов скажу по фондовым индексом есть по некоторым инструментом интересные моменты на средний срок если вам интересно по другим расскажу ключевые уровни свое мнение да выскажу и так давайте начнем начнем с графиков обсуждать выборы в сша и пока не будем изменение кандидатов и так далее да довольно много интересного происходит конкретно пройдемся по графикам фундамент трогать не будем напомню у нас если так грубо говоря фундамент даже тоже прошлой недели разные заявления отдыхла фрс сша по поводу дальнейшей политики то есть у нас уже с инфляция напомню немножко снижается да и как бы все начинают думать что будут ставки понижаться потом кто-то что-то заявляет новое и нету такого прямо четкого направления но глобально я думаю все таки у нас ставки будут меняться и доллар будет в глобальной перспективе ослабевать то есть на ближайшие там полгода как минимум но я сейчас ну перейдем к евро доллару я потом расскажу свое мнение и так начнем давайте с доллар и иены данный инструмент довольно интересный как мне кажется на среднесрочную перспективу почему то есть первое у нас мы знаем уже достаточно долгое время восходящий сильный тренд по доллар иене причина это керри трейд что такое керри трейд это когда на ставка вашей валюты мы знаем по иене она 0 по доллару пять процентов и скажем есть такая простая программа керри трейд когда трейдеры берут кредит по иене до под ноль процентов и вкладывают в доллар и зарабатывают на этом плюс еще зарабатывать на разнице курса и за счет этого доллар иена вот такой показала феерический рост за за последнее время да но на текущий момент мне кажется этот тренд возможно уже сломлен нам я не говорю что это сто процентов до нельзя про такое говорит но как мне кажется здесь большая вероятность того что мы тренд уже поломали то есть на во первых это графически видно да то есть мы пробили вот последнюю волну роста который у нас было бы скажем в текущем году двадцать четвертый год у нас был восходящий тренд и мы его на прошлой неделе поломали да возможно это ложный скажем или какая-то другая форма и так далее но мне кажется здесь нужно шортить плюс у нас прошел хороший импульс от 11 июля до прошел импульс и сейчас идет небольшая коррекция возможно она закончилась возможно нет но я предполагаю что возможно она закончилась даже если она немножко усложнится вот я вчера со своими ребятами обсуждали в закрытом канале про сигнал уровне 157 50 на и 158 ну точнее можно взять 159 да то есть от первого уровня можно пробовать чертить если пойдет дальше наверх там добавлять добавлять черты или там перезаходить и так далее да но я бы данный инструмент рассматривал был на short то есть у нас я думаю уже начался скажем такой хороший обвал по данному инструменту я думаю что мы даже можем с текущих падать и не будет вот этого такого более глубокого глубокой коррекции хотя я ее не исключаю вот допустим если брать во внимание прошлые тренды такие сломы давайте посмотрим их вот нас что-то наподобие вот здесь происходило да то есть такие откаты сложные вот я скажу так доллар иену не очень люблю у нее специфические скажем тело движения происходят не как обычно по другим инструментам понятно это валюта азии на и у нее своя специфика у каждой валюта своя специфика да я думаю у нас пошел вот такой обвалчик и даже вот еще похожий обвал был у нас вот здесь на этом движении поэтому у нас на текущий момент я рассматриваю данный инструмент на снижение поэтому доллар по доллар иене я бы занимал среднесрочную позицию на разворот на обязательно соблюдать риски потому что у нас здесь сильный тренд может быть очередная какая-то ловушка уже таких было несколько до даже в этом году то есть достаточно хорошенько падали но потом снова от купали посмотрим если будет сильный откуп туда наверх максимум мы еще можем вариант вот тестировать вот эту трендовую то есть такой ртс но где-то в районе 159 там 160 такой вариант не нужно исключать дальше но перейдем к индексу доллара что у нас по индексу доллара на текущий момент я думаю что у нас вот если глобальной перспективе обсуждать я думаю что индекс доллара он уже среднесрочно будет падать и у нас первые цели это 100 вторая цель где-то в районе там 95 плюс минус 96 97 так далее поэтому кто торгует среднесрочно я бы присматривался к шортам но локально будем ли мы падать с текущих то есть вот давайте рассмотрим уровни ключевые у нас есть у нас есть локальный уровень сопротивления 104 20 я думаю что отсюда можно ли пробовать чертить да но я все-таки думаю что ну скажем как скорее всего у нас коррекция это под затянется возможно где-то в район 105 на и дальше уже мы будем смотреть и рассматривать вот это такое среднесрочное движение может ли коррекция еще более глубже затянуться такое нельзя исключать и по факту когда будут появляться сигналы на окончание вот этой коррекции если она все-таки будет глубокая по индексу доллара я буду своих обзорах следующих об этом говорить да сейчас я даю скажем как бы глобальное среднесрочное направление куда я вижу индекс доллара до шорт но спекулятивно я не исключаю что можно пробовать его спекулятивно немножко откупать да с небольшими стоп лоссами там 20 30 пунктов 40 условно и брать какую-то коррекцию если вам интересно если вы среднесрочный трейдер то потихонечку занимать такую скажем позицию во первых по индексу доллара нету свопов да там плюсовых и тем более минусовых это нужно учитывать поэтому спекулятивно можно пробовать откупать среднесрочно с текущих да но я немножко склонен полагаться к тому что у нас коррекция поздно тянется я не исключаю что она может вообще быть глубокой да это нужно учитывать индекс доллара вообще то есть не вот такие сложные движения не всегда можно их конкретно распознать что и как дальше что касается евро доллара по евро доллару здесь картинка аналогичная напомню среднесрочно у нас вот это накопление которое происходит по евро доллару я думаю что это накопление с выходом наверх 115 118 но здесь аналогично у нас евро доллар перед вот этим ростом он может немножко более хорошенько так скорректироваться да то есть если мы все таки пройдем поддержку 108 75 то я думаю что мы дальше можем свалиться в район 108 плюс минус да такой вариант я рассматриваю да дальше может ли быть более глубокое какое-то движение в район 107 106 я такие варианты не исключаю но пока это такие более очень-очень альтернативные сценарии пока глобально как я уже сказал по индексу доллара я заслабление доллара но здесь возможно по евро какая-то более глубокая коррекция даже учитывать другие валюты форекс ну если брать там корзину там франк условно австралийский доллар новозеландский канадский но вообще даже если взять австралийский новозеландский канадский доллар там вообще другая картина евро и фунт пока держатся то есть у них последнее время достаточно сильная раскорреляция поэтому очень сильно сбивать с толку вот такие моменты когда инструменты ходят скажем кто так сильно корректируется кто-то нет поэтому здесь тоже полагаться на это что эти валюты скорректировались и утверждать что евро и фунт скорректируется тоже иногда может быть ошибочным нужно быть аккуратным с этим поэтому вот евро и индекс доллара я высказал свое мнение среднесрочно и спекулятивно да по фунту у нас в принципе аналогичная картинка фунт показал хороший тренд наверх и сейчас у нас возможна коррекция по данному инструменту вот пока мы ниже уровня 1 29 40 я за возможную спекулятивную коррекцию до short можно исключать вот этот момент что вот эта коррекция уже закончилась и так далее как и по евро очень сложно пока я не вижу всех признаков если они появятся и будут понятны то мы их дальше будем обсуждать пока картинка указывает на то что евро и фунт может более глубоко скорректироваться ну примерно на 100 пунктов это как как вариант и дальше другие инструменты пока трогать не буду по валютному рынку давайте затронем двух словах рынок металлов рынок металлов здесь аналогично по золоту у нас подобная ситуация какие по евро что у нас произошло у нас мы на прошлой неделе обновили исторические максимума да то есть такая скажем уже 3 вершина за последний там квартал 2 и как видим вот даже прошлый раз когда мы обновляли максимум у нас была достаточно глубокая коррекция и поэтому на текущий момент я не исключаю что золото дальше будет корректироваться вниз здесь нету такой полной картины как и по евро и по фунту у нас локальные какие-то модели рисуются но ориентир у меня 2 400 2 412 вот вот этот уровень сопротивления ниже которого пока мы находимся на я не исключаю что мы его можем там как-то тестировать но здесь возможно формируют более сильный шорт я даже не исключаю что какой-то более глобальный шорт по золоту почему потому что вот это накопление которое у нас было да мы его отработали то есть вышли наверх и может это уже было финальный финальный такой рост и я вот ранее называл цели по золоту 2 500 мы практически там ну сколько не добили 18 долларов примерно это в принципе не считается на то есть глобальном вот с этого накопления мы вышли наверх и может быть такое что ну плюс сейчас многие покупают золото это тоже такой есть момент сантимент когда рынок может на этом развернуться когда все покупают им дали кому-то скажем крупные игроки заработали кто не успел выйти и дальше надеяться на рост они могут сильно сильно попасть вот как то вот так то есть это такой у меня сценарий даже если вот смотреть такие моменты по золоту ну давайте посмотрим давайте сейчас когда золото показывает какой-то вот даже вот здесь смотрите показывает сильный рост и потом потихонечку потихонечку может очень сильно корректироваться да то есть вот еще один пример поэтому на текущий момент я такой вариант не исключаю если будет появляться скажем другая информация уже о покупках и так далее то есть мы это будем обсуждать на понятно что не всем все моменты можно распознать но вот у нас пока вот так я склонен полагать что у нас золото будет пока идти вниз вот как-то вот так и это коррекционно это первый вариант и второе не исключаю что у нас пошел такой глобальный разворот пока о нем рано говорить потому что у нас пока еще скажем вот вот эта последняя волна которая была в июле так скажем наверх она пока еще не поломана но время еще есть дальше ну что касается фондовых индексов здесь картинка в принципе аналогичная рисуется какая-то более сильная коррекция по инструментам и я не говорю что это уже там какой-то бал более сильный но здесь все указывает на возможную коррекцию я даже вот смотрел ту же инвидия да которая ну она рисует достаточно такое шортовые направления и не исключаю что дальше индексы тоже будут падать здесь локальные модели какие по евро по фунту по золоту сказать что они какие-то супер на шорт очень сложно кто-то скажет что это коррекция и хорошие шансы откупить дальше наверх возможно да но достаточно сильный обвал пошел потом вот эти моменты с выборами в выборами в сша они подвешены плюс искусственный интеллект который ранее все сильно разгоняли он сейчас немножко под утих ну там разные статьи пошли я в это лезть не буду у меня есть мнение по поводу искусственного интеллекта скажем ну обсуждать это не будем как-то возможно в следующий раз сегодня у нас такой более-менее краткий обзор пока пока здесь вот мы ниже 20 тысяч вот у нас есть такой локальный уровень сопротивления возможно дальнейшее падение по другим инструментам пока затрягивать не будем и так в принципе вот эти инструменты они скажем имеют локальные модели какие-то не прям сильные а когда рынок такой скажем нужно быть аккуратным хорошо всем спасибо пишите свои скажем варианты как вы видите индекс доллара и золото куда дальше возможно ваш анализ подсказывает куда вы видите рынок всем спасибо до следующего обзора пока а и